Мир всем, братья и сестры! Благослови вас всех, Господь, и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто-то мне хочет объяснить, что я не спасенный, или кто-то хочет тебе объяснить, что ты неправильно живешь, или кто-то хочет нам объяснить, куда нам идти, или кто-то хочет нам объяснить, как нам сидеть, или кто-то хочет нам объяснить, как нам служить Богу, или кто-то нам хочет объяснить, что нам делать, или кто-то нам хочет объяснить, вообще кто такой Бог, или кто-то нам хочет объяснить, где ты должен быть, или кто-то хочет тебе объяснить, от кого ты должен зависеть, или кто-то должен тебе объяснить, в какую ты должен в деноминацию ходить. А это все, что я тебе говорю, стоит в Библии. Зачем тебе нужен кто-то, если ты можешь сам сегодня и сейчас прочитать Библию? Ты можешь сам сегодня и сейчас познать истину. И ты можешь сам сегодня узнать, что о тебе хочет Бог. Тебе не нужно мое мнение или мнение дяди Степы или дяди Феди. Тебе нужно мнение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Если ты будешь знать Бога, в твоем жизни будет свобода, которую хочет у тебя украсть дьявол. Сначала он крадет веру, веру, истинную веру, которая спасает от ада и вечного огня. Веру в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ну и конечно свободу. А какую свободу? Свободу, когда ты зависишь от Бога. Свободу, когда ты лично знаешь Библию. Свободу, когда ты лично идешь за Богом. Свободу, когда ты зависишь от того, кто тебя любит. Свободу, когда ты говоришь то, что хочет Бог. Свободу, когда ты являешься наследником Царства Небесного. Свободу, когда ты говоришь, что ты дитя Божие. Свободу, когда ты говоришь, что ты зависишь от Бога. Свободу, когда в твоей жизни есть только Он Есть только спасение, есть только путь, есть только истину И вот эту свободу хочет забрать Дух Поднебесный Который сейчас в этом мире, Дух Антихриста Он хочет забрать то, что для тебя приготовил Бог Он хочет забрать то, он хочет забрать ту свободу, что Бог делает для тебя Бог хочет, чтобы ты был с Ним, Бог хочет, чтобы ты лично знал Его, и Бог хочет, чтобы ты лично действовал через Него, аминь, или Бог через тебя. А здесь приходит человек, и он хочет тебе объяснить, кто ты, зачем ты, где ты, как ты, куда ты. Зачем тебе слушать человека? Открой Библию, и ты получишь ответы на все свои вопросы. Тебе не нужен человек, потому что когда твои глаза закроются в этом мире, ты будешь стоять перед Богом, и там не будет иметь значения, знал ли ты батюшку Степу, или братский совет, или дудский совет, там будет иметь значение, знал ли ты лично истину, знал ли ты лично Бога, и двигался ли ты лично с Богом. Если ты это все сделал, Бог тогда живет в твоем сердце. Конечно, мы получаем спасение только по благодати и милости, через веру. Аминь, братья и сестры. Это не наши дела, или мои заслуги, или там и твои заслуги. Это чисто благодать и милость. Аминь. Мы спасаемся по благодати и милости. Это то, что мы не заслуживаем. Это есть любовь Божия. Но теперь приходит в этом мире, находится дьявол, который не дает детям Божьим познать истину, который не дает детям Божьим познать Бога, который не хочет, чтобы ты шел или шла за Богом. Аминь. Чтобы ты не назывался детям Божьим, чтобы ты не служил Богу, чтобы ты просто сидел там где-то, смотрел на часы, одевал косынку и пел в дудку, не зная истину, не зная Бога. И просто не дай Бог, если закончится это время на этой земле, она у всех закончится. И Бог скажет, иди от меня, я не знаю тебя, делающая беззаконие, разделение. Аминь. Кто дал право разделять моего Господа и Спасителя Иисуса Христа? Кто вам дал вообще на это право? Где это стоит в Библии, чтобы мы все разделились, назывались по кличкам и говорили, там нету Бога, там есть Бог. Бог хочет, чтобы мы все назывались детьми Божьими. У нас есть один Отец. Это Отец Небесный на небесах. Все. У нас есть один Учитель. Это Иисус Христос. У нас есть один путь, у нас есть одна истина, у нас есть одна свобода, и это в Боге. А мы все братья, аминь, и сестры, дети Божьи, сыны в Библии стоят. А почему здесь приходит человек и называет меня или тебя по кличкам, или говорит, ты неправильно покаялся. Ты не можешь покаяться в своей комнате. Ты должен покаяться у нас, и батюшка Федя должен положить на тебя руку. Или ты должен целовать вот эту картину, которую я тебе сейчас дам. Или мертвого человека целовать. Или одевать косынки, или в дудку петь, тогда ты покаялся. Ну, бред какой-то, членский совет. Ты не относишься в наше членство. Да я и не хочу в ваше членство относиться. Я хочу относиться к телу Иисуса Христа. Я хочу быть с Богом. Я хочу, чтобы Бог действовал через мою жизнь. И был в моем сердце. Все. Зачем мне нужно ваше членство? Я хочу быть в церкви Иисуса Христа. Это камни живые, которые зависят от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Все. Аминь. И где живет Бог? Бог говорит, селюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Аминь, братья и сестры. Благослови вас всех, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Небесный, коснись каждого человека, чтобы он пришел к тебе, зависел от тебя и жил с тобой. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Продолжение следует...